Привет, это Женя Тимонова и все как у зверей. Программа о том, в кого люди такие. И сегодня мы о любви. И станут двое одним, единой душой, единой плотью, чтобы быть вместе в горе и в радости, пока смерть не разлучит их. Так мы представляем себе любовь идеальную, но не очень-то верим, что она такая бывает. И совершенно напрасно. За мной, мой зритель, я покажу тебе такую любовь. Если я сейчас искупаюсь или даже просто пробегусь босиком по вот этому живописному африканскому озерцу или по этой красивой речке с бегемотами, во мне начнется очень трогательная история любви. И вот как это произойдет. В пресной воде африканских водоемов живут шестосомы. Это такие паразитические черви-сосальщики. Проведя какое-то время в своем промежуточном хозяине пресноводные улитки, шестосома в виде личинки циркарий покидает ее и отправляется в свободное плавание на поиски своего окончательного хозяина, большого и теплокровного. Я бы и вполне подошла, но нет, 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 не в меня. В некоторых районах Африки зараженный шестосомозом достигает 100%, поэтому и без меня есть где жить. Найдя своего хозяина, циркария прямо сквозь его кожу проникает в кровяное русло и отправляется в путешествие по системе кровообращения. Она проплывает сердце, легкие, массу других интересных мест, пока наконец не попадет туда, где договариваются встретиться все шестосомы, в печень. Там она закрепляется, начинает питаться, расти и ждать встречи со своей половиной. Притом половиной совершенно буквально, потому что самки шестосом, они тоненькие и стройные, а самцы по форме напоминают вот такое вот каное. Вот этот желоб называется гинекофор и он помогает шестосомам образовывать пары на всю жизнь. Когда они наконец находят друг друга, самка заползает в гинекофор самца, закрепляется там и их теперь уже семейное каное отправляется в первое свадебное путешествие. Они плывут по венам из печени против тока крови, как лососи, рвущиеся на нерест. Ну и в общем, примерно так оно и есть. У каждого вида шестосом свой пункт назначения, куда они прибывают размножаться. У одних это прямая кишка, у других мочевой пузырь, да и в общем-то мало ли в организме мест, где можно свить уютное гнездышко. Добравшись до облюбованного участка, пара закрепляется там и начинается их вечный медовый месяц. Ежедневно они совокупляются, самка откладывает яйца, а самец заботливо кормит ее тем, что насосал из окружающих тканей. И даже если самка вдруг погибнет, он еще несколько дней продолжает носить ее в своих объятиях, потому что его жизнь без нее не имеет никакого смысла. Это очень печально, но ничего не поделать. Великая любовь это еще и великая зависимость. А вот другая удивительная история любви, но тоже сокрытая от нескромных человеческих глаз. Где-то в глубине океана живет миссис глубоководный удильщик. И она совсем не красавица. У нее коротенькие кургузовые плавники, маленькие глазки, широченная пасть, мешковатое брюхо, нос и украшает удочка с фонарем, а бок достаточно крупная бородавка. Но миссис глубоководный удильщик это ни капельки не огорчает. Потому что, во-первых, она живет в полной темноте и поэтому, как выглядит, никого не волнует. Во-вторых, от всего этого безобразия очень много пользы. Например, на удочку с фонарем прекрасно идет рыба и идет прямо в ее широкий рот и огромные брюхо, которые способны растягиваться до размеров дирижабля. А бородавка на боку это вообще ее собственный мистер глубоководный удильщик. И вот как такое получилось. Все молодые холостые самцы-удильщики заняты одним. Они в темноте по запаху ищут себе подругу. Да покрупнее и постарше. И когда он находит такую, то вцепляется зубами в ее нежную плоть и повисает. И в какой-то момент его губы срастают с ее кожей, их кровеносные системы объединяются и самец переходит на полностью паразитический образ жизни. И так и проводит всю свою жизнь на всем готовом за счет самки, периодически предоставляя ей необходимое количество спермы. Да, маленький, зато всегда под рукой. А маленьким ему приходится оставаться потому, что он вынужден прекратить свой рост, чтобы уж не слишком объедать свою хозяйку. А так на одной полутораметровой самке с удочкой мирно могут уживаться до 6-7 двухсантиметровых мужичков на полном пансионе. Когда-то их даже описывали как отдельный паразитический вид. Так что фразу «люблю тебя, паразита» тоже не мы придумали. Но нам очень важно помнить о том, что главное слово в ней все-таки не «паразита», а «люблю». С вами было все как у зверей. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok